Самое большое количество сессий, самое востребованное оказалось за электрозаправку, которую мы сделали в рамках проекта «Умный город» с правительством основы. Умные технологии, цифровые проекты и трансформация по УМАЭСК. Крупнейшая компания услуг энергоснабжения презентует в Интерфакс новую стратегию. Все расписано до 2024 года. Финансовые и производственные достижения позволяют делать четкие прогнозы и укреплять доверие инвесторов. Непродолжительный, но емкий доклад руководства УМАЭСК. И вопросы журналистов. Простые и такие насущные. Что-то дает потребителя. Почувствовать ли они какие-то изменения на себе. Давай встречаться. Петр Синютин отвечает, подняв свое яблоко. К концу 2019 разработки, созданные у мамы технологов УМАЭСК, станут как никогда близки конечному потребителю. Если вы забыли отключить, например, теплый полк и обнаружили это, то вы можете это дистанционно направлять. Бесплатное мобильное приложение, как все поняли, продукт одного из проектов цифровизации УМАЭСК. Есть еще один, который успешно реализуется в Солнечногорском округе. Я был там две недели назад, проверял готовность к зиме. Район готов. Отремонтированы все сети по всей номенклатуре. Инвестиционные проекты, которые запланированы были в Солнечногорском районе, также сделаны. Плюс там идет цифровая трансформация и проект цифровой электромонтер, который вся компания внедряет, тоже в полном объеме будет внедрен в Солнечногорском районе до конца декабря этого года. Поэтому заверить жителей района могу, что надежность энергоснабжения будет обеспечена. И район, электрические сети района готовы к зимним нагрузкам и работе в зимних условиях. Что у нас там под схемой? Включен, выключен? Включен, все есть. В схеме выключен. Ну все, отлично тогда. Хорошо. Солнечногорский округ в числе передовиков по внедрению новых технологий и эффективности показателей. Вот, например, модернизация подстанции Поварова в апреле, которая обеспечивает электроэнергией более 50% территории всего округа. Включая резидентов Есипова, Мерседеса, Киэмоса и крупнейших потребителей. Мособлэнерго, Европласт, филиал Центральной обороны Энерго. А вот пример еще одного проекта МАЭСК. Заправки для электрокаров. В Солнечногорске таких две. МАЭСК первыми в России запустили сети ЗС и создали систему технологического управления. Стабильно высокие финансовые показатели, которые особо отмечает в своем докладе Петр Синютин, результат этой работы. В частности, более чем на 60% увеличилась чистая прибыль. Комитет по стратегии при Совете директоров уже признался лесообразным выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере не менее 50% от планируемого годового объема дивидендов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова